Привет! Привет вам из пасмурного города Аламоус. Посмотрите на эту всю красоту. Город очень сильно радует. Столько красивых мест. Как по мне, недаром его называют Маленькая Прага. Сейчас мы с вами находимся на Малом Намести, это Малой площади, точнее, Нижней площади, Нижней Намести. Потом поднимемся на Верхней Намести и потом пройдем к костелу Святого Вацлава. Что интересно, что город Аламоус находится по количеству населения на шестом месте. Соответственно, здесь проживают около 100 тысяч человек. 100 тысяч счастливчиков, которые проживают вот в этой красоте. Посмотрите, каждый дом имеет какую-то свою уникальную черту. Вот, например, здесь наверху, если посмотреть, девочка с каким-то там еще ангелочком или с кем-то разговаривает. Ну и, конечно же, Аламоус называют городом фонтанов. Мы сегодня с вами их увидим. И также сегодня мы с вами увидим главную здесь достопримечательность. Это чумная колонна, которая храняется как ЮНЕСКО, так и непосредственно Книга рекордов Гиннесса. Друзья, всем привет! Сегодня нахожусь в Аламоусе. От Аламоуса до Праги 230 километров. Сегодня перед этим, если вы наблюдали в Телеграме, я размещал, что я был в замке сказки Боузов. Ну а теперь мы с вами вместе гуляем по Аламоусу. Будем с вами проходить основные достопримечательности. Будут вопросы, с удовольствием на каждый из них отвечу. И спасибо, что вы сегодня все пришли поддержать меня в этом красивом и действительно нарядном таком городе. Я, конечно же, не один. Мама, видите, устала, сидит на лавочке, потому что мы уже сегодня прошли около 10 тысяч шагов. Потому что сегодня у нас были такие долгие прогулки. Мама, скажи всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы с Аркажей недавно обедали. Решила посидеть, уложить пищу. Переварить. Да, переварить, это точно. А так все, идем гулять. Идем. И вот что интересно, что город Аламоус не отказался от своих фонтанов, когда, так скажем, уже начали от них отказываться в других городах, потому что появился водопровод. Но эти фонтаны сохранили, чтобы использовать в случае возгорания в городе. И вот до сих пор они украшают город. И здесь, говорят, их около 20 фонтанов. Но я читал, что их 12. И, наверное, 6 самых знаменитых. В честь римских богов 5. И один в честь Юлия Цезаря. Почему? Чуть позже расскажу. И вот как раз перед нами, если я не ошибаюсь, это у нас кто? Это у нас. Ага, мы забыли, кто это у нас. Сейчас я вам скажу. Кто это у нас? Это Юпитер. Он посвящен фонтан Юпитеру. То есть здесь будет Юпитер, Геркулес, Тритон, Посейдон. Не, Нептун. И, как я и говорил, Юлий Цезарь. Но он, конечно же, не является божеством. И вот здесь, обратите внимание, даже вот такие вот столбики для того, чтобы попить воду. Они все вот так вот интересно оформлены. Видите, тут всякие такие маленькие барельефчики, которые 100% нам что-то должны донести. Но что конкретно, я не знаю. Но очень красиво и интересно. А наверху вот такой вот герб. Герб, может быть, тут не написано, кто это. Ламунчес, то есть что-то на латинском. Не знаю. Но что интересно, что здесь Аламоутс когда-то еще у нас был в столице Моравии. Пока после 30-летней войны. Это начиная с 1640 года, когда его оккупировали войска Швеции. Его так не разбомбили, что перенесли столицу в город Брно. И вот считается, что с 1641 года столицей Моравии является Брно. Опять же, судя по тому, что я нашел в интернете. И вот перед нами чумная колонна, но это еще не та, которая входит в ЮНЕСКО. Она, конечно же, бесподобна. Но ту, которую мы увидим с вами дальше, она просто что-то с чем-то. То есть я ее видел где-то лет 10 назад. И в этот раз я был очень-очень приятно удивлен. Наверху у нас Дева Мария, ну а внизу цветы, которые покровительствуют тем, кто умер или же страдает от этого страшного недуга, чума, болезнь. Ну и также обратите внимание на подобные сооружения, на подобные дома, как они красиво оформлены. Вот, допустим, с левой стороны Эркер. Просто нечто такое супер-пупер, необычное, я бы сказал. И вот сколько идем, всегда есть что-то необычное. Мы сегодня вот здесь, с левой стороны, ресторан у Черного Волка пообедали. Потому что не успели до этого перекусить, поэтому там съели. Известные вот эти творушки не стали пробовать, потому что я боялся, что если мне не понравится, то потом будет тяжело проводить прямой эфир. Поэтому, может быть, после мы обязательно их попробуем. Говорят, что на аромат они, ну так скажем, вкус вкусный, а вот пахнут отвратительно. Как будто бы корзина грязных носков. Я тебя еще спрашиваю, а что такое творушки? Ну, вот это творушки. Вот еще один фонтан у нас. И этот как раз фонтан у нас Нептуна. Здесь есть такой отличительный знак Нептуна. Сейчас я вам покажу. Трезуб, трезубец. Вот, видите, у него в руках. Всем-всем-всем привет, привет, друзья. Так, с кем не поздоровался, давайте еще раз всем скажу привет. Всем привет из пасмурного города Аламоутс. Но главное, что сейчас хорошо. Я взял даже дождевик, так что все в порядке. Приготовился. И вот мы продвигаемся с вами дальше. И вот даже интересно, вот обратите внимание, на фасадах зданий вот такие вот домовые знаки. Здесь у нас часть лошади. Потом напротив у нас какое-то, может быть, дерево изобилия. Вот что-то интересное, необычное. Конечно, бы хотелось знать историю каждого дома. Но, к сожалению, информации я не нашел. То, что нашел, обязательно с вами поделюсь. Надеюсь, вам будет интересно. И у вас сложится такое положительное впечатление о данном городе. Потому что действительно впечатляет. Мы тут сделали небольшую прогулку перед началом прямого эфира. Сами прошли, все посмотрели. И уже первые наши такие эмоции можем поделиться. То есть нам очень понравилось. Мама, тебе как первый взгляд на город? Ну, сейчас мы... Ольга, должен быть звук, потому что, в принципе, я думаю, что должно быть хорошо слышно. И тут ветрено, так что может даже немножко забивать ветром звук. Друзья, меня слышно? Видно, я думаю, точно. А вот слышно, не слышно? Я не знаю. Скажите, пожалуйста. Слышно ли меня? Вот мы с вами сейчас проходим. Мэрия города Ламоунс. Он прямо перед нами 15-го столетия. Жара отступила. Сегодня плюс 21. И, в принципе, комфортная погода. Единственное, главное, чтобы не было дождя. Потому что мы сегодня, пока ехали сюда, на восток, то попадали прям в такие очень страшные ливни. И я просто боялся, что, не дай бог, здесь такое будет. Это действительно бы омрачило поездку. Тамара, спасибо, спасибо. Да, я понял. Смотрите, кстати, тут все так красиво оформлено цветами. А вот он, фонтан Тритона. И обратите внимание, как все оформлено. Особенно вот этот камень на черепахе. Вот посмотрите, каждый коралл, он как будто бы вырисован. Я не знаю, даже выточен, выделан. В общем, просто колоссальная работа такая тонкая. Ну и потрясающая. Вот тут обратите внимание, сколько людей. А здесь вот, перед самим фонтаном, вот такая вот черепашка. Да, ну, натрите. Да. Давайте натрем черепаху. Тут можно, знаете, как в мультике, везимая большая черепаха. Сесть на нее и куда-то поехать. Бам, ну, садиться, наверное, не надо. Да, вот как-то так. Ну, это аккуратно, можно по-другому, конечно, но лучше этого не делать. Здесь Маравское Дивадло, Маравский театр. И сейчас вы готовы? Сейчас я вам покажу самую главную достопримечательность. Я, когда мы по Праге гуляем, о ней всегда рассказываю. Но вы ее сейчас увидите впервые. И вот, обратите внимание, перед нами чумная колонна, которая входит в книгу рекордов Гиннуса, как самая известная, самая огромная чумная колонна Центральной Европы, высотой в 35 метров. Также, что интересно, что... Когда ее начали строить, это, получается, у нас 1716 год, ее построили в честь того, что город победил чуму. И строили аж целых 38 лет. И вот уже позже, при ее открытии и освещении, была Мария Терезия, которая вот здесь изображена с правой стороны, вместе со своим супругом Иосифом Первым. И вот сейчас подойдем ближе, потому что данная колонна заслуживает отдельного внимания. То есть здесь огромное количество скульптур, около 18. Наверху у нас Святая Троица находится. Ну, о каждом из святых тяжело рассказать. Но здесь есть у нас о Кирилла Мефодий, у нас здесь есть Святой Саркандер, о котором мы поговорим с вами позже. Может быть, и запьем воды, долгой жизни, ну и многое-многое другое. Сейчас подойдем. Вот видите, здесь даже есть вход внутрь, но сейчас на данный момент он закрыт. Тут ангелочки, ну, в общем, действительно потрясающее сооружение. У меня даже нет эмоций, точнее, у меня нет слов, одни эмоции, поэтому очень тяжело что-либо говорить. Я вам могу прочитать, дай мне прочитать, что у нас здесь находится. То есть здесь у нас 18 скульптур, и сейчас, если вы готовы, смотрите, у нас здесь есть 14 барельефов и 17 скульптур. И на верхнем уровне, вот где-то здесь, находятся скульптуры людей, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. На среднем – маравские и чешские святые, а на нижнем уровне у нас установлены скульптуры Святого Маврикия и Святого Вацлава. Кстати, костел Святого Вацлава мы сегодня с вами посетим. И давайте пройдем ее по периметру, потому что она действительно, ну, без нее никуда. Здесь по периметру огромное количество ресторанчиков, то есть действительно места огромное количество, куда можно было сходить. Мы пришли без всяких трип-эдвайзеров и так далее, просто понравишься заведение внешне. И, в принципе, удивились. Во-первых, были огромные порции, во-вторых, в принципе, все очень вкусно и сытно. Надеюсь, вы все видите, и вас также захватывает дух эта картинка, ну и, соответственно, вся эта красота. Да, кстати, вот обратите внимание, вот такая вот улочка, и тоже ведет к одному из фонтанчиков. Нет, мы туда не пойдем. И вот здесь, в Аламоунце, есть у нас также свой Аламоунский орлой. Сейчас подойдем, посмотрите. Довольно-таки необычно выглядит, но действительно интересно. И вот эта колокольня, которая сейчас видно, она высотой в 75 метров, является смотровой, то есть туда можно подняться и также посмотреть на прилегающие территории. Ну, я, когда здесь был где-то лет 10 назад, я поднимался на башню в Святом Маврике костела, и оттуда открывается также потрясающий вид, потому что тогда здесь была реконструкция. С левой стороны фонтан Геркулеса. Я его сразу же узнал по накидке из львиной шкуры. То есть это его атрибут, с которым его не спутаешь. Там какой-то особый лев. К сожалению, точную вот это прилагательное, какой лев, я не помню. Светлана, привет, привет Германии. И вот, обратите внимание, вот он у нас орлой, Аламоунский орлой. Можно подойти и посмотреть поближе. Как здесь все это работает, двигаются ли здесь фигурки и что-то подобное, я, конечно же, не знаю. Но выглядит потрясающе. То есть по центру это астрономические часы, понятно. Ну и наверху у нас есть скульптуры, которые, скорее всего, должны двигаться. Вот так вот, а внизу, это тут дни недели, года. Да, 2022. Да, тут даже есть, видите, год, когда. Сейчас запечатлено, 2022. Здесь у нас и месяца, дни и недели. Работник, механик, какой-то химик. В общем, здесь профессии всевозможные. Да, очень. Да, это просто. И сейчас еще раз с вами посмотрим на чумную колонну. Посмотрите, какая она монолитная такая и, главное, красивая. Притом, что интересно, монументальная, да. Ну и монолитная такая вот. Но монументальная, да, это будет правильно сказано. Плюс, что интересно, что архитектор, который я строил, после своей... О, кстати. Мы как раз попали. Алекс, приветствую, вот наверху два кузнеца начали бить на наковальне. Вот, в принципе, вот что и произошло. Да? Ну, да, наверное, как-то так. И вот, продолжая разговор о колонне, после того, как архитектор, он, к сожалению, не достроил, не закончил, потому что он умер, и все свои деньги он завещал, так скажем, последующим архитекторам, которые будут ее достраивать. Соответственно, видите, какой преданный своему делу был мастер. Гермес, большое спасибо. Ростову-на-Дону, привет. И давайте пойдем дальше. Сейчас я вам покажу вот исторический центр. Вот всегда находится такой план, где можно посмотреть, где мы находимся, что мы видели, куда мы движемся. Да, 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 да. И вот здесь, обратите внимание, давай, иди туда. Здесь вот мы с вами начинали вот отсюда. Вот это доль Ненамести, то есть нижняя площадь. Это гор Ненамести. Потом вот здесь это костел Святого Маврикия. Вот именно когда-то отсюда я наблюдал город. Ну и мы сейчас пройдем с вами мимо капли Святого Яна Саркандора и вот к тому костюру Святого Васлова. Александр, вы, наверное, сейчас пропустили. Вот они. Вот одна колонна, вторая мы проходили буквально несколько минут назад. Посмотрите, какое классное освещение. освещение. Мария, это была Мария Терезия. Потому что она как раз участвовала, когда освещали колонну, она при этом присутствовала вместе с своим мужем. А вот спустя 4 года эту колонну обстреляли прусские войска и там сейчас так скажем, даже можно найти несколько ядер, которые остались после этого обстрела. Мама пошла дальше. Здесь вот необычная будет такая скульптура, сделанная из как это Макраме или что-то подобное. Сейчас подойдем и вам покажу. И последний фонтан, который здесь изображен, находится это фонтан Юлия Цезаря. Потому что по легендам считается, Александр, большое спасибо, потому что по легендам считается, что основатель города Аламоц является Юлий Цезарь. Конечно же, это не нашло подтверждения у историков, но тем не менее так говорят. Потому что здесь был найден при раскопках самый восточный римский лагерь второго века. Вот как-то так. И вот здесь видите, вот эта машина, мама там пытается я не знаю, что-то с ней сделать. Здесь еще я вам покажу вот такой вот вход в ратушу. Видите, здесь символы и лев богемия, с правой стороны орел, это символ Моравии, ну и прилегающих территорий. Вот по центру один-единственное это Моравия, потому что повторюсь, до 1641 года это была столица Моравии. Кстати, здесь до сих пор есть старейший, получается, университет, один из старейших университет в Чехии, это университет Палацкого, 1563 год, вроде, если я не ошибаюсь, а также здесь находится штаб сухопутных войск Чешской армии. А когда-то здесь был штаб центральной группы войск. Это с 69-го по 91-й, 68-го по 91-й. Что тут? А это 2000-го года. Путешествует, да? Да. Вон, видите. Да, ну, тут висели и это, ну, да, ну, то сейчас развалится, потом скажут, что это тут разрушили все. И вот он, Цезарь даже здесь написано, а вот фонтан Юлия Цезаря. Но меня здесь больше всего поразила история это Яна Саркандера, это святого, которого канонизировал Папа Папа Римский в 95-м году. И сейчас мы о ней с вами поговорим, когда подойдем к капелле святого Яна Саркандера. Вот, это как раз у нас фонтан Цезаря, Юлия Цезаря. Красавец. Какой взгляд, устремленный в будущее. Ну, молодец. Посмотрите. Александр, как такового значения нету, просто Оломоус, Оломоус, это имя собственное. Да, 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 машинка, как на крючке, так и есть. Это так и есть. Крючком. Олег, добрый день, добрый день. И сейчас мы с вами пройдем как раз к капелле Саркандера. Что интересно, что Ян Саркандер в 1620-м году был замучен по подозрению в общении с польскими войсками. Это во время 30-летней войны с поляками. Соответственно, он не мог нарушить тайну исповеди и не рассказал, в чем было дело, почему он с ними, так скажем, и какая тема их было общения, но ничего такого. То есть, он никаких секретов не сдавал, но его замучили. И вот мы сейчас подойдем к тому месту, где это все происходило, потому что там когда-то находилась тюрьма, и вот он томился там в подземельях. И сейчас там находится источник. Говорят, что вот он такой чуть ли не целебной вечной жизни. И мне эта история очень понравилась, потому что подобные истории вечной жизни, какого-то эликсир бессмертия и так далее, они всегда привлекают внимание людей. Сейчас я вам покажу, как выглядит данный источник. Действительно, красиво, необычно. Да, это брусчатка. Да, 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 да. Брусчатка практически везде, потому что это как признак старины. И вот сейчас впереди, вот видите, уже мы видим с вами капеллу. Буквально минут 20 назад я подходил, все было открыто. Надеюсь, мы сейчас с вами подойдем и увидим. Написано, что воду пить нельзя, но тем не менее, так скажем, мы можем в ней омыть наши руки и, глядишь, прибавится несколько лет жизни. Кто знает. Интересно, почему пить нельзя? А, ну, потому что она идет с подземелья, где томился этот... даже все молодые не были. может и так. Ну, в общем, сейчас посмотрим, я не знаю, почему. Так, тут был проход, неужели закрыли? Нет, тут вот, мама, надо попробовать, чтобы ты открыла. Нет, здесь нет. Значит, с другой стороны, вот тут, вот здесь. Пробуй, открыто. Ну, вообще, открыто, нет? А, там калитка. Значит, сейчас с другой стороны обойдем. Замочек, сейчас обойдем. Сейчас, секундочку, мы с вами обойдем, потому что, ну, прямо, вот это прям очень хочется вам показать. Мне кажется, это очень важно. Миша, большое спасибо, всем передам привет. Мама, тебе привет. Спасибо. Передаю. Добрый вечер. Большой привет. Привет, привет всем. Вот, сейчас мы... О, вот она, капелла Яна Саркандера, да. А тут как раз можно увидеть капли святого Яна Саркандера. И вот он, источник вечной жизни. Да, посмотрите, как он оформлен. То есть, повторюсь, Ян Саркандер в 95-м году был у нас канонизирован. Вот смотри, я отошла? Да. Раз? Нет, нет, она, нет, ты подошла, включилась. И вот, здесь написано вода на не пятна, то есть, вода не питьевая. Но, как бы можешь, по крайней мере, руки. Друзья, если хотите, мама за вас помоет руки. Ну, как бы так. Все, мы завтра будем молодые. Да, будем так надеяться, что так именно и будет. Красота. И вот, внутри сама просто капля. ну, нужно зайти посмотреть, главное, чтобы интернет тут не потух. Покажу, потому что закрыто, но, здесь находится как раз мощь саркандера. Красиво. Вот. Как-то необычный. Угу. Давайте, уже будем выходить. Мне тоже надо хотя бы руку одну хотя бы помыть. Давай я подержу. Давай я буду... Да, не, не, я... О, вот, видите, воды нету. Воды нету, да, давай я подержу. Ну, ты сейчас... А ты помоешь руки. Все. А вот, подходишь, и хоп, и оно начинает работать. Да, да, да. Молодой. Действительно, когда поприели, сразу пару лет скидываю. Так, ну, давайте дальше. Еще раз всем привет. Мама просит, чтобы вы за женщин тоже помыли. Давай, за женщин, чтобы все были молодые и здоровые. Давай, давай. Эть. Ну, вот. Все, видите. Надеюсь, так и будем. Все здоровые, красивые. Да, Александр, сегодня большой праздник. Кстати, всех с праздником Святой Богородицы. И, кроме того, сегодня последние выходные лето. Поэтому сегодня выбрались погулять, потому что хочется лето закрыть вот такой вот классной и, надеюсь, интересной прогулкой. Так, байкеры. Мария согласен, но я, как бы, всегда боюсь, знаете, камеру передавать, не дай бог, упадет или еще что-нибудь. Есть некая такая вот дрожь в руках, когда передаешь. И сейчас мы с вами движемся к костелу Святого Вацлава. Это главный костел или, можно сказать, собор Моравии. Сейчас вы увидите буквально через минут 5-10, как мы туда подойдем с вами. Сколько проходим, такие вот все интересные красивые дома. Тут архиепископская резиденция и прочее. А так по периметру города находятся бастионы. То есть, если бы я мог там пройти, я бы обязательно вам показал, как все выглядит по периметру, потому что действительно так же поражает. Я все, к сожалению, не прошел, но тем не менее. И вот, посмотрите, это у нас факультет Паласского университета филологический. И он действительно огромный. Сколько же здесь студентов. как я читал, что здесь на 100 тысяч человек студентов около 10 тысяч, то есть 10 процентов. Всем привет, привет, голубь мира. Здравствуйте. Да-да-да, добрый день. И вот тоже везде присутствует Део Мария. Есть вот такие небольшие разрушенные дома, но их очень мало и это радует. трамвайчик. Тут, кстати, город трамваев, автобусов, их довольно-таки много. Говорят, что здесь очень красивый зоопарк, но, к сожалению, в этот раз зоопарк не удастся посетить. Может быть, в следующий. Сергей, ну, Черновицкий университет это немножко другое. Конечно же, это тоже входит в охрану ЮНЕСКО, потому что это такое произведение искусства сказать, произведение архитектуры. Андрей, привет, привет. Мама Андрюха привет передает. Да, да, да. И вот мы сейчас по этой улочке движемся с вами в... Александр, я точно преподавателем, ну, не просто не хочу, не мое. Смотрите, как красиво туннель оформлен. Ну, понятно, я там не хочу проходить, потому что интернет заглушится. А мы идем вон, видите, впереди башенка, вот мы идем туда. это здесь самая высокая башня, около 100 метров, 100 метров 75 сантиметров. Мы ее с вами сейчас увидим сблизи. А вот с левой стороны видите сбежавший мужчина или любовник, я даже не знаю. Видите, висит. Это музей умения Аламолс. Только умение это как искусство, наверное. не знаю. Сейчас пройдем по прямой. Александр, спасибо, мама, тебе комплименты. Спасибо. так что видите, это музей Аламолса. Здесь там дальше будет Аламолс и говорят, музей тоже, и говорят, что это как маленький лувр, то есть здесь очень много таких знаменитых мест. здравствуй. Даже даже вот эта башня, которую мы с вами видим перед собой, она получается вторая по величине после собора святого Вита, а потом после нее в городе Пузень. Если помните, я вам тоже ее показывал. Кто не помнит, можете пересмотреть. И вот тоже здесь карта достопримечательностей. Здесь огромное количество. Мы с вами прошли по основным, так скажем. А вот видите, вот здесь это как раз укрепления бывшие здесь, здесь и можно это все по периметру погуляться. Огромное количество парков. И все перечислено где что. То есть и парковка удобна. Действительно очень такой компактный красивый городок. Мне очень понравился. ну как городок. Город, потому что шестой по количеству людей в Чехии. Поэтому да, полноценный город. С правой стороны тоже очень помпезное такое сооружение интересное. Не знаю что это. К сожалению не все места знакомы. И вот очередной фонтанчик. Фонтаны конечно же поражают своей изобретательностью, тонкой работой в целом. на цепи держит ангелок кого-то. Каких-то там птиц. Александр, к сожалению, в Сербии не был. Но вот сейчас поеду в Хорватию. И до Сербии там недалеко, но навряд ли туда поеду, ввиду того, что там непонятно, что намечается. поэтому пока нет. И вот впереди. Здесь мы правильно заходим. Такое ощущение, что там нам будет где-то левее повернуть, потому что мы сейчас как-то его сбоку или не дай бог вообще смотрим на него сверху вниз. Поэтому придется подниматься сейчас. Мама уже бежит впереди. Ты куда бежишь? Юля, я даже не могу вам ничего сказать по поводу Белграда. Не был там. У меня друзья были, им понравилось. Так что да, вот с левой стороны. Сейчас мы будем как-то заходить, мне кажется, налево поворачивать. Так. Сергей, это не знаю. Везде, знаете, везде кто-то что-то умеет лучше, но обычно когда туда приезжаешь начинаешь жить, то показывают практика везде одинаково. Как-то так. Так, подождите, нам надо туда. У тебя есть телефон под рукой? Мне просто посмотреть. Потому что мне почему-то кажется, что нам надо спуститься в любом случае. дай мне телефон. Сейчас открой карты. Сейчас, друзья, секундочку, посмотрю, чтобы туда нам подойти. Так. О нет, вот прямо и там налево. Сейчас пройдем. Видите, иногда надо посмотреть, чтобы мне попасть в нелепую ситуацию. Потому что ладно, когда я сам гуляю, а когда я с таким количеством людей, надо всегда быть начеку и не заблудиться, не дай бог. Кстати, вот отсюда, вот я вам так вдали покажу, сейчас приближу, секундочку. Вот видите, на горизонте с зеленым куполом золотым такая церковь. Это у нас православная церковь. Здесь вот Валамоутс, она находится через реку, тут река протекает Марава, и если у меня получится, я вам ее покажу с стен, где находится у нас костел святого Вацлава. Да, 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 Виталий, абсолютно верно. Так, а ну-ка еще раз открывай. Сейчас, по идее сюда. Да, можно здесь. Идемте так, пройдем. А графички они везде, это некий срез общества, всегда найдется дураки, которые нивелируют труд остальных людей, которые это все восстанавливают и хотят представить город туристам, ну, в таком истинном прекрасном виде. Поэтому не обращайте внимания, они есть везде, везде с ними борются, но понятно, что эффективного решения пока не найдено. как же этому противостоять. Опять же, в Аламолуце я был последний раз 10 лет, поэтому извините, что я так перемещаюсь по навигациям, по всевозможным, потому что действительно не знаю, как сюда вроде пройдем. Как называется улица? Сейчас посмотрим, подождите. Ну, там, по навигации их рады бы, если я не ошибаюсь. Вот, как раз видно, там, надеюсь, через этот скверик мы туда все-таки попадем. Да, ну, главное знать, куда ты идешь четко, и тогда ты обязательно туда выйдешь. Мы как раз вышли как надо. Можно было и по другой улочке, но мы с вами зацепили часть современного города, и как раз увидим сейчас изюминка псевдоготики. Это у нас костел святого Вацлава. Вацлав – это покровитель чешского народа, чешской нации, поэтому это действительно самое главное здесь костел. Огромный просто. Сейчас увидите его во всей красе. тут так тихо, вот заметьте, по сравнению с Прагой, насколько здесь тихо. Вот у меня, мы сегодня были в городе Высоке-Мыто, потом мы проезжали Боузов и там останавливались, везде поразила тишина, то есть посмотрите. Александр, спасибо, посмотрите, посмотрите. Анна, большое спасибо, Эйтану привет, и маме крема, конечно, понравились. Мама, тебе крема понравились? Понравились, спасибо большое. Так что большое вам спасибо. И вот с правой стороны вот эта башня самая здесь высокая, более 100 метров. 101 пускай будет, 100 метров, 75 сантиметров или 65 сантиметров. Мария, да, здесь потрясающе просто. Видите, кто-то сравнивает Аламут с Италией, действительно, поражает своей красотой, потому что немного, не в каждом городе увидишь что-то подобное. сейчас я встану напротив, чтобы постараться вам максимально точно показать весь фасад. Смотрите, начало строительства где-то 13-е столетия, и потом много раз менялось. То есть, здесь архитектура от Романской, потом готика, потом барокко, и сейчас псевдо-готика. и вот такая вот красота, настоящий музей. Ну, внутрь, не знаю, давайте попробуем, зайдем. Наталья, по поводу Боузова, видео будет, только снимал на камеру, даже получилось попасть на турнир Шерницевский, потом попал сам замок, но сильно там, так скажем, не погуляли, попал только на смотровую, но тем не менее, будет, и кто не видел какие-то видео с замка Боузов, подписывайтесь на телеграм, в описании есть, там все выложено. Коля, спасибо, да, я в Черновцах однажды проводил стрим, к сожалению, больше не получилось, но, как бы, в любом случае, постараюсь еще. Да, сейчас будем тихо. Хорошо. Александр, сейчас выйдем, я вам расскажу, подождите. Денежку. Денежку. Все. Так, сейчас. Сейчас надо поджечь. Вот, пошла. Сейчас вам покажу, еще здесь несколько видов, и будем выходить, потому что, по идее, здесь запрещено снимать. передавайте Ярославу привет. Я вот здесь, я вам еще покажу, золотой ларец, где находятся мощи, только кого я, к сожалению, не знаю, можно прочитать. А вот, мощи святого Яна, с Аркандора. Я уже выхожу. Друзья, буду выходить, потому что, люди странно смотрят на меня. Не хочу никого, обижать, ничью, веру. Так. Все, мы с вами уже покидаем костел святого Вацлава. И вы у меня спрашивали, где спокойнее, но, конечно же, здесь тихо и спокойно. Вот в любом городе, куда бы я не выехал за пределы Праги, особенно, если это не туристический центр, вот как Аламоус, допустим, здесь есть что посмотреть. Он второй по количеству охраняемых ЮНЕСКО объектов в Чехии. То есть, есть что посмотреть, но сюда никто не доезжает, потому что расстояние более 230 километров. Это далеко. То есть, особенно учесть сейчас цену топлива, то, конечно же, здесь людей не так много, как в Праге. Да и многие просто не знают, что здесь посмотреть. Поэтому я надеюсь, вы увидели то, что здесь, ну, как бы, можно увидеть. Рекомендую, конечно же, все самим пройти, посмотреть. Может быть, что-то прочитать, может быть, я что-то забыл. И, конечно же, я вам все показал, потому что в рамках прямого эфира, к сожалению, весь город не обойти и все самые интересные места не показать. Но, тем не менее, по крайней мере, у вас есть какое-то как впечатление от этого города. И, конечно же, вы сразу можете понять, хотите вы сюда еще раз приехать, посмотреть или нет. Сейчас давайте пройдем с вами к реке. Сейчас дождусь маму. И уже будем двигаться к реке. Может быть, подойдем к православной церкви. И там будем уже с вами заканчивать. Мама. Пошли еще спустимся, выйдем к реке и прогуляемся еще. Покажем чуть-чуть современного города. А так, кстати, спрашивают, как Боузов. Понравился замок? Да. Понравился мало времени. Мы не смогли все пройти, но очень красиво, виды шикарные. Там нам нужно больше времени. Хотя бы, не знаю, часа полтора. У нас просто все было, так скажем, в тютелька в тютельку. Мы, грубо говоря, приехали, рыцарский турнир в 14.00, а мы приехали без 10 сразу на рыцарский турнир. Потом оттуда вышли на 15.00 экскурсия. Но полную экскурсию мы не брали, потому что мы бы не успели по времени сюда приехать и покушать. Взяли лишь башню, куда поднялись. Я вам, кстати, там спрашивал, что это за дверка. Так вот, это был спуск в мучильню, грубо говоря, где мучили и допрашивали людей. Так что, кто еще не знает, о чем идет речь, переходите в Телеграм. Там как раз всегда последние новинки из того, что я делаю, где я бываю. Иногда не получается все снять, все показать. Поэтому такие маленькие какие-то зарисовки Праги, иногда какие-то личные дела показываю вам. Ну и всякие такие ништячки. И сейчас мы с вами вот... Александр, да, ну как бы массу впечатлений у самих. Приезжаем, конечно, уставшие, но это того стоит. Сейчас обратно буду 3 часа за рулем. Но главное, что мы с вами пообщались, я смог вам показать что-то интересное, потому что последний свой эфир с Дрездена, к сожалению, я так и не смог провести. И по этому поводу прям дико расстроился. Но что поделать? Иногда техника подводит, или же это что-то другое подвело, непонятно. Нет, Коля, это было не в те времена, это были во времена Тевтонского ордена, и этот замок под рыцарями был долгое время, и там проводились экзекуции. И вот впереди сейчас у нас река, дойдем до нее, и там остановимся с вами. Здесь даже всегда привлекают маленькие магазинчики, которых вы уже не увидите в Праге, потому что очень дорогая аренда, а здесь по сей день можно увидеть какую-то галантерею, какие-то интересные вещички и так далее. Ну, Миша согласен, что не надо расстраиваться, но тем не менее, знаете, готовился, подгадал время, все совпало, и тут бац, прямой эфир накрылся, ну и, конечно же, оно было как-то так грустненько, но ничего, вот прямо перед нами, вот она православная церковь, да, сейчас мы к ней подойдем, потому что как раз будем пересекать речку, ну и там уже будем заканчивать с вами. Трамвайчики, трамвайчики. с нами сейчас гуляют 238 человек, да, 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 кстати, это очень круто, что у нас так много, потому что обычно большое количество зрителей набирает Прага, все города, которые за Прагой, где бы я ни был, набиралось обычно 100 человек, сейчас у нас просто аншлаг, поэтому большое каждому из вас спасибо. Кстати, большое также спасибо, вот смотрю, кто-то посылает донатики, также благодарю каждого за любую копеечку, все плюсом. Идемте. Лариса, почему нет людей, потому что многие, как и я, выехали за пределы крупных городов или вообще своих городов и где-то путешествуют. И вот видите, удобно по городу, везде. Ирина, телеграмм будет под видео, вот спуститесь, там есть все социальные сети, инстаграмм, телеграмм, и вот как раз телеграмм там тоже есть. И вот обратите внимание, везде вот такие подобные направления, стрелочки, и по ним легко ориентироваться. То есть, если вдруг вы, не дай бог, потеряетесь, то можно спросить или у проходящих людей, или же, так скажем, просто по стрелочкам. Это такая речка? Сергей, да, абсолютно верно. Вот такая вот речушечка небольшая. Ну, не вонючка, конечно же, но... Речка вонючка. Да, небольшая такая, действительно небольшая, но главное здесь это не речка, вот там впереди это такой поток называется, это как... тут это поток, это что-то как приток, что-ли, что-то такое небольшое. А вот сама речка впереди, сейчас мы к ней пройдем. Куча людей. Кстати, сегодня перед прямым эфиром как раз прошел такой дождик, поэтому сейчас очень хорошо гулять, свежо, и... и главное не жарко, не душно. Смотрите, тут как раз у меня про пиво спрашивают, смотрите, пивной рай написано. И вот огромное количество пива, но закрыто, поэтому о пиве мы как-то тоже поговорим, но просто мне надо быть не за рулем. Наталья, абсолютно верно, но как бы я что хочу сказать, что среди туристов не каждый город популярен, и многие считают, что вообще не имеет смысла его посещать, кроме вот Праги. Прагу, конечно, все обожают, любят, но остальные города, да, там нечего смотреть, там неинтересно, или же стандартно говорят, да, там были друзья, сказали, что там делать нечего. Ну и соответственно, это, конечно, неправильно. Каждый город прекрасен, везде есть огромное количество изюминок, и для того, чтобы сложить пазл Чехии, желательно посетить каждый из городов, и может быть, даже там прожить несколько дней, чтобы у вас совпал пазл, потому что многие так и не понимают. Бывают здесь 10, 20, 30 раз, не могут понять, нравится им Чехия, и если нравится, то в чем магия. так вот, посетив каждый из этих городков, каждый из вас поймет, почему Прага или Чехия поразила, пленила. Ялцин, привет Азербайджану. И вот она. О, тут даже есть с собой Бристоль. Да, красиво, и неожиданно. И вот, видите, речка Морава. Сейчас подождем зеленый сигнал светофора. А потом мы обратно этим же путем пойдем к машине. Мария, в Телч, не знаю, это тогда надо будет несколько городков захватить, потому что один Телч как бы там далековато. Но посмотрим. Вы знаете, это всегда как бы есть список городов, которые хочешь посетить. Но не всегда есть время и свободные финансы. Но вот иногда уже надо просто перезагрузиться, надо как-то отвлечься и, соответственно, выезжаешь куда-то. Александр, это да. Ну, в Азербайджане не пью, а вот в Турции мне нравится. Ташкенту огромный привет. И вот, видите, речка Морава. и вот сейчас проходит реконструкция набережной, насколько я могу это видеть. Вот, посмотрите. Можно сказать, река разделяет исторический центр с уже современным. Мама. Мама мне сейчас завязывает шнурки, потому что один развязался. Сам, к сожалению, я себе сейчас завязать не могу. Представляю, как это смотрится со стороны, но, действительно, одной рукой это практически невозможно сделать. А вот, обратите внимание, напротив эти башенки, это старейший монастырь, а сейчас там находится больница. То есть, туда, на машине можно доехать, пешком пройти практически невозможно. Да нет, ну, конечно же нет, но, это, как бы, очень хорошо, потому что, иначе, можно упасть. Да, 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 Мария, это да, это лучше, вот, как по югу Чехии поехать в каждый город, захватить там еще Тшибонь красивый, потом, ну, много, Червоналгота, замок. И вот, видите, мы сейчас подойдем, я не помню, название данной православной церкви, это в честь православного святого. Ты пройди туда, там. Сейчас, 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 мы пройдем. Мам, где у нас записи? У меня там есть листочек. Мам, господи, это паркашек? Не реально. Ха-ха-ха-ха. Ты не можешь нам? Я тоже знаю, где я. Дорогие друзья, у нас с тобой был конспект споргалка, к сожалению, мама потеряла, но так бывает. Для этого мама тоже нужна, чтобы что-то потерять. И сейчас мы подойдем, здесь будет написано, просто, вот, видите, православная церковь, церковь, обыц Воломоуцы, а, кого она? А, так, тут даже есть, вот, но, но, к сожалению, не видно. У меня было записано, к сожалению, сейчас я не могу найти. А вот, надо подойти ближе. Сейчас, сейчас я вам покажу. Подождите, тут должно быть. Написано, вот, видите, историк, это, как, туристическая, такая метка. Вот, православный кафедральный храм Святого Горозда. Да. Мама по гороскопу Дева, и скоро у него будет день ждения, и мы на этот день ждения едем в Хорватию отмечать. Вот. А Коля понимает, конечно же, понимают, они сейчас понимают и украинские, и русские, потому что беженцев достаточно, даже Воломоуцы, поэтому помогает людям. Вы видите, есть листовки, соответственно, люди не остаются один на один со своими проблемами. Дорогие друзья, наверное, здесь уже будем с вами заканчивать наш стрим небольшой из города Ломоуц. Надеюсь, вам было интересно, вам было познавательно. Вы обязательно посетите этот город как сами или со мной, по желанию. Ну и у вас очередной такой крупица добавилась или пазл добавился в такую как карту Чехии. И может быть, вы поймете, почему вы ее любите и почему вы готовы сюда приехать и приезжать и приезжать. Поэтому всем большое спасибо, всем желаю отличной будущей недели, хорошего и спокойного 1 сентября и всех благ. До новых встреч. До новых встреч. Пока.